приветствую друзья не обращайте на меня внимание потому что я буду просто закрашивать холст по просьбе моих друзей они сказали давайте нам покажите немножко как вы делаете сначала потом там рисовать ну хорошо я так и сделаю просто я беру вот так вот и постепенно тут появляется какая-то идея и вот когда начинает появляться идея я начинаю ее рисовать я не знаю когда она тут появится скоро вы потом конечно увидите увидите сразу может быть на этом холсте может быть на следующем потому что я все время импровизирую если я буду дорисовывать эту картину соответственно я все там буду менять и вы конечно как у нас есть формат коллективный разум можете мне писать в комментах свои идеи где мне что убавить как я говорю что прибавить как назвать и и постепенно у нас получается произведение произведение чтобы получилось именно произведение мне нужно быть совершенно свободным я даже придумал такую фразу которую я хочу написать в новой книжке которую я уже закончил писать но я туда добавлю одну фразу могу быть только свободным а что такое свобода чтобы быть свободным что нужно свобода для меня это такое условие когда я могу заниматься тем чем я хочу а не только тем и вот когда я занимаюсь чем я хочу когда у меня есть время свободное от задействованности то есть когда я не занят выживанием не занят помощью всем кто ко мне обращается а сам делаю то что мне хочется тогда я свобода ну сами понимаете чтобы не было анархии я как художник конечно не могу делать то что хочу в таком буквальном дурацком смысле если может так выразиться потому что у меня же есть этические запреты у меня есть определенные табу в моем воспитании в моем характере и поэтому свободный художник если я отношусь к таким это вовсе не значит что это анархист нет он подчиняется законам природы законы природы высшим своем выражении это звезды над нами и этика внутри нас да и вот эта связь на одном уровне звезды над нами и этика внутри нас как это может быть совесть от звезд происходить вот я философ кроме того что художник и поэтому я постоянно нахожусь в размышлениях как же так как так получается что в человеческий мозг является микромоделью вселенной и на самом деле когда человек целостен когда он воспринимает мир целостным он тогда и человече то есть по существу у него есть совесть у у него есть эмпатия это чувство сопереживания это чувство способность испытывать чужую боль чужое страдание принимать близко к сердцу это же нормально у животных тоже то есть страдание матери по детенышу и то есть и у животных вы посмотрите как там в интернете много-много об этом говорят очень интересно как это все происходит я там видел в интернете как крокодилица плывет а за ней там десяток маленьких крокодильчат и она вот так вот всех всех слышит одновременно и там кто-то чего-то она слышит и плывет очень интересно правда точно также по моему цыплята точно также и другие животные любить они умеют говорят что собаки очень верны своим хозяевам вот таким образом сейчас когда я свободе я не боюсь у меня нет страха что вы меня раскритикуете у меня нет страха что вы обо мне подумайте потому что я уверен что вы думаете обо мне хорошо что вам интересно и поэтому я получаю такую поддержку свободен свободен это называется еще знаете какое ощущение не только уверенности в себе это еще некая синергетика когда у меня во внутреннем диалоге как будто я с вами разговариваю там внутри у меня в мозге есть же внутренний диалог ну и там когда я как бы отвечаю на ваши мысленные вопросы на самом деле я вам хочу сказать еще одну формулировку что это движение мысли движение мысли это та самая диалектика когда человек внутри себя поскольку он элемент составная часть социума внутри себя на какие-то вопросы мысленно отвечают как будто с кем-то дискутирует и там рождаются ответы в ответ на вопросы вот его мироощущения мировоззрение когда получает адрес то есть вопрос там возникают и ответы конечно а когда человек выходит на нулевое состояние где нет страха и шаблонов мышления где нет как говорится его эго когда он не пытается самоутверждаться раскрывается в своем творческом потенциале а мы все творцы ну один выражается как композитор другой как художника третий как спортсмен а четвертый может быть архитектор это не имеет значения но в любом деле он творец он творец для этого у нас есть метод ключ и для этого есть приемы раскрепощения там входят упражнения телесные и интеллектуальные и ментальные вот например я настроился на то что вы мои друзья как оно и есть и вот эта настройка психологическая помогает мне быть свободным ну если я очень буду зажат я использую приемы связанные с телесностью там у меня есть узелки на память когда мы нажимаем кончики пальцев все десять пальцев там есть упражнения потрястись голову в плечи сжаться в комок хлест ну в общем там надо подбирать себе то действие которое тебе хочется сделать в моменте да не пять только упражнений которые в учебнике по физкультуре профессора Матвеева он же там взял у нас мы вместе работали и он там взял поставил и там же написано и подбирать себе то что вам подходит по этому принципу одному подходит еще плавательное движение другому дирижирование ну короче говоря весь вопрос заключается в том что каждый человек обучаясь управлять своим состоянием чтобы мог это делать лучше чем раньше ну несколько дней он тренируется вырабатывать навыки потом он в нужный момент может применять эти навыки без самих приемов так без самих приемов ну вот вы уже конечно скажу шутку чтобы поддержать себя психологически вы конечно уже догадались друзья что я хочу нарисовать я шучу конечно конечно тут трудно догадаться потому что я просто закрашиваю хвост просто закрашиваю хвост и что из этого родится я пока сам не знаю хотя у меня есть уже идея я бы хотел нарисовать такую гирю двухпудовую черную да а вот из этой гири на ручке гири зеленым таким росточек из черной тяжести прорастает такой росточек зелененький но я боюсь я не сумею это сделать так классно как я бы хотел поэтому может быть я сейчас делаю что-то другое а идея вообще хорошая самое главное это идея как говорится сначала было слово ну не слово имеется ввиду чисто вербальное имеется ввиду образ образ ну вот друзья сейчас я возьму еще белую краску и мы немножко поколдуем кстати говоря мне там кто-то написал как вас называли в детстве друзья иногда меня называли волшебник да ну один бандит он меня назвал чаротей да напал на меня один ликитер я придумал за вечер как от него отбиться с помощью ключа придумал да я делал покачивание покачивание заложив руку за руку да и мечтал о том как же мне от него освободиться как же мне от него освободиться когда потом вдруг какой-то момент я поймал себя на мысли что я все время стараюсь спрятаться и как только я это осознал я стал думать надо же атаковать ну условно говоря не защищаться обратите на это внимание а атаковать и тут же у меня пришла идея да я просто стоял покачивался переживал и когда переживания у меня синхронизировались с этим ритмом покачивания ну случайно так получилось да я там подумал надо же атаковать я тут же придумал как это сделать я ему позвонил по телефону и с тех пор его как ветром сдуло все у нас есть мы все творцы друзья а то чем я занимаюсь и чем мы занимаемся в нашей школе человек будущего хомо футурус это мы реализуем наши творческие качества потому что на школе этому не учили нас учили делать дело как делает кто-то и говорили повторение мать учения это правильно это классический принцип но у меня есть в нашей школе в нашем методе саморегуляции ключ второй принцип в дополнение к этому это принцип подбора путем перебора по критерию максимального удовольствия по критерию минимального усилия по критерию продолжая то действие которое хочется продолжать и когда два этих принципа соединяются получаются шедевры не только в рисовании а в любом деле да друзья и вот мне там задали вопрос а чего вы боитесь сильнее всего на свете очень хороший вопрос чтобы ответить на этот вопрос я должен сказать что я очень хочу чтобы все были здоровы и любили друг друга и конечно я очень хочу прожить долго я очень хочу в первую очередь чтобы мои дети были здоровы и счастливы и мои внуки и правнуки как и ваши конечно я боюсь больше всего на свете есть больные психические которые неадекватные они не виноваты в этом они по разным причинам такие стали но они иногда вмешиваются в нашу жизнь мешают нам жить они нас пытаются терроризировать они пытаются нами манипулировать и поэтому наша школа человек будущего хомо-футург она назначена для того чтобы сократить кризисы и войны на планете и потребность лекарств и она назначена для того чтобы всякие люди открывая свои таланты и способности более и более возвращались к своей человечности потому что я уверен что очень многие люди которых когда-то кто-то не так понял неправильно понял сказали что твое дело не имеет никакого смысла и так далее из них становились как раз таки о социальной личности а если бы например дали бы им свое время свободу для творчества и подсказали бы им этот ключ но тогда этого метода не было а был бы тогда метод ключ может быть и Гитлера не было может быть он он же любил рисовать может быть он когда был маленький дали бы ему возможность развить свой талант и не было бы Гитлера или еще у кого-нибудь из таких негодяев так что друзья преступность это нереализованность это деформированность человеческой натуры за счет нашей необразованности за счет отсутствия у нас понимания мировоззрения и воспитания теперь у нас есть метод ключ и примеры для этого я например сам живой пример поскольку я уже говорил а сейчас скажу для непосвященных что я выводил из острова шока в Беслане учил потом психологов МЧС я выводил по списке в Кизляре учил потом психологов МЧС я готовил людей к максимальным ситуациям марс пятьсот или там военный персонал обучали мы с моим сыном Оленом он психолог военный персонал подъема атомохода в Курск много чего мы делали поэтому имею право вам давать советы а кто хочет получить совет конкретный в телеграм записывайтесь на наш ютуб канал записывайтесь в инстаграм записывайтесь на ватсап пишите мне на ватсапе или в телеграме что хотите получить какой-то совет сейчас я возьму белую краску и в следующий раз я вам покажу что из этого начало происходить и так мы встретимся с вами еще один раз и вы уже посмотрите пишите коменты это будет коллективный разум давайте советы и посмотрим что мы с вами вместе сотворим потому что мы вместе сих до встречи друзья я я